Приглашаю вас в номер категории Супер Плюс. Приглашаю вас в номер категории Супер Плюс. Прям супер люкс? Прямо супер люкс? А неплохо, да, неплохо. Ну-ка. Супер унитаз в супер люксе. А где супер ванная? Ох, нифига ж себе тут апартаменты, друзья. Так, 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 так. Неплохо, неплохо. Неплохо, одобряешь? Да, чтоб я так жил. Смотрите. Да, действительно супер люкс. Скай клуб. Спать мы здесь будем, Алин, с тобой крепко. Пойдем посмотрим номер. Какой запах-то, а? Можно поиграть, смотри, в какие, в какие настольные игры. Да, прежде чем поиграть, ты еще откроешь сначала. Да, я не знаю, как она открывается. Так. Ну смотри. Все у нас немножко подстарено. Это телевизор на рамочке. Угу. Диван какой. Добротное материалоотделочка. Вау. Ну-ка, а если свет включить? О, вот со светом будет гораздо лучше. Здесь даже смотри, такие блесточки на штукатурке. Я пока... Вот настенка заиграла новыми красками, бабочки почти полетели. А, кстати, цветы у нас искусственные или настоящие? Искусственные. Искусственные. И пойдем в спальню. Пойдем в спальню, найдем свет. Сейчас, подожди, здесь просто очень интересное кое-что есть. Поэтому я просто обязана тебе показать. Значит, это спальня. Так. Ну, а я вижу, что это спальня, да? Здесь есть тоже выход на балкон в спальне. Чтобы спалось нам замечательно, пожалуйста. Еще один балкон. И еще один большой балкон. О-о-о. Здесь можно прятаться. Здесь можно сидеть. Пойдем. И читать газету. Это не самое главное. Читать комсомольскую правду. Это тоже не самое? Нет. Где она? Где мы мыться-то будет? Я тут принял, о чем я это скажу. О-о-о. Я чуть-чуть увидел. Ни-чи-го-себе. Вот это да. Джакузи. Полотец засушило. Холодный. Ну, надеюсь, согреется. Витюшка. 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 Зерпало. Вода-то есть. Холодная. Горячая. Ну, типа она должна быть горячая. Да. Вот пошла горячая. Надеюсь. Ну, теплая, я бы сказал. Надеюсь, она разогреется. Очень надеюсь. Беде. Друзья, беде. Ну, как же ты без беде, да? Без беде никак. Так же, как и без сидушки в душе. Сидушка в душе. Ёбберные тенки. Театр. Вот это поворот. Ну, и музыка, наверное, там есть. Он еще и музыкальный. Ну, что-то точно. Ну, не климат-контроль же. Ну, скорее всего. Ну, ладно. Это мы испытаем позже. Халатики. Золотишко. Золотишко. Аккуратно люстра. Смотри, какая. Вот за люстру я, кстати, практически чуть ли головой не цепляюсь. Ну, и табличка. Чтобы сохранять окружающую среду, нужно менять полотенце только по необходимости. То есть, поставьте полотенце в ванной комнате на полу, значит, замените меня. А если повесишь, значит, можно не менять. Понял? Твои любимые халаты. Да, люблю халаты. Такой получился суперлюкс у нас. Везде есть телефоны, можно позвонить. Мы устали с дороги, пойдем тестировать местный ресторан, пообедаем в нем. Хотя у нас ужины включены в стоимость, на самом деле. Музыка Ну, опять одни во всем отеле, насколько я понял. Суп куриный с лапшой. Да, суп куриный с лапшой. Здесь форель. Неплохо, неплохо. Слушай. Прям вообще неплохо. Я начинаю понимать, почему у нас такая стоимость при живом. А это что? Рис. Рис. Давай мы все пооткрываем. Дальше жаркое по-домашнему. С мясом. С мясом, с картошечкой. Пахнет все аппетитненько. Осетинский пирог, чтобы ты понимал. Ты смотри. С пылу, с жару. Да. Салат Фантазия. Вот его я, наверное, буду. Свежий салат. Так. Свежий салат. Ну и здесь вот закусочки. Салат Фантазия. Салат Фантазия. Так. Бламанджа. Это десерт. Угу. Ну прям царский ужин. Еще у нас есть фрукты. Вода при Эльбрусье без газа. Интересно, это вода бутилированная или прямо из предданной? Да какая уже разница. Уточнили про воду при Эльбрусье без газа. Оказывается, здесь можно пить воду из-под крана, потому что у отеля есть своя скважина. Есть фильтры, через которые проходит эта вода. И, как нам сказали, бутилированная вода из магазинов будет хуже по качеству гораздо, чем эта. Поэтому наливаем, балуемся водичкой. И, соответственно, в номере пить воду из-под крана тоже можно. Угу. Ты знаешь, самое интересное, на шведском столе я набрала то, что я бы здесь с удовольствием заказала и по меню тоже. Поэтому будем считать, что я заказала это по меню. Но на самом деле мы жадничать не стали, так как плотно пообедали. Я уже говорил, да, я взял форельку, немножко риса, немножко салата, немножко оливок, да, немножко дорожной пыли. Солдат не умрет голодным. А я придумала, где я расскажу про стоимость проживания в этом отеле. Я это расскажу сегодня, сидя в джакузи. Ну, ладно, приятного аппетита, встретимся в джакузи. Ну, что касается салата, замечательный. Мы немножко курицу убрали, как бы все остальное съели. Мне очень понравилось. Что касается рыбы, то запах, ну, не такой, в общем. Не свежий по рыбе. По вкусу. Такой слегка даже какой-то горьковатый вкус. Не знаю, такой он должен быть у форели или нет. Не, ну, форели мы ели, а у нее, конечно, нет горьковатого вкуса. Здесь я грешу на лимон. Потому что очень много, когда открываешь вот эту вот штучку жарованную, там прямо запах такой ветки. Может, из-за него, да. Может, из-за него и вкус. А, вот, наверное, и придает кислинку рыбе. Да, да, да. Да, он придает кислинку рыбе. Но я не могу сказать, что я фанат форели, пропитанные лимоном. Я даже половинку съела, а половинку как бы оставила. Ну, я съем всю, но без прям там вау эффекта. То есть я не могу сказать, что она невкусная. Ну, вроде как бы, ну, я не могу сказать, что она и вкусная. Потому что она вкуснее. Короче, своеобразная, да, форель. Но мы уже сидим. Ужин все равно удался. Да, неплохой ужин. Неплохой. Лимонжер. А вот это вот это Франция, что ли? И что их такое? Это похоже на панакота сливочник. Панакота сливочник. Я думаю, что будет очень вкусно. Пахнет прям, ты понюхай как пахнет. А? Да, пахнет ванилькой. Ванилькой, клубничкой, ложечкой не забудь. Даже не знаю, это новодел или действительно. Нет, это, наверное, действительно старинный граммофон. Включить, знаешь, чтобы оттуда пел. Валенки, да валенки. А что тут еще может с граммофона петь? С того времени пластинки были тут такие. Ну, это у тебя были такие. Где-то за Атлантическим океаном. Ну, давай, пробуй. Красивый наш. Это как? Ну, ты как, вот так? Что значит красивый ешь? Прости, я больше не буду обращать тебя с таким простым. Я знаю, что красивое. Для меня это просто не чапканье. Это уже красивое. Смотрите, расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях. Да, обалденное впечатление. Вкуснейшая панакота или как она там называется? Панайота. Панакота. Панакота. Ну, в общем, очень вкусная вот эта вот штука. Нежный суфле. Эм, 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 эм. Смотрите, как он прям прыгает. Нежный сливочный суфле. Ммм. Кает, друзья. Колобки выкатываются. Очень вкусно по-арт-тужинали. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Друзья, прощайте. Вставать не нужно. Я пошел к тебе в номер. Алина пытается разобраться, как работает джакузи. На какую-то кнопку жмякнули, что-то забурлило, да? Да, что-то забурлило. Ну, там надо нажать и держать. Это же сенсорная штука. У меня не слушается. Тебе что, помочь? Как там в песне? Рубленштейна 26. Рубленштейна 26. Рубленштейна 26. Рубленштейна 26. Ну-ка, включим обратно. Вот так будет лучше? Нет. Не это? Вот. А вот этой штукой что делает? Ну, в принципе, она уже горлеет. Ты смотри. А, вот. Разные режимы. Тут даже музыка есть. Музыкальный есть. Ну-ка, подожди, подожди. Музыкальный. Так. Подводная музыка, видимо, потому что... А! Слушай, ну это за шипельной динамикой. Знаешь, что я тебе скажу? Что? Как-то проще, когда джакузи включается вот с такой вот пипки. Так, пип, и она включается. Она с другой пипки включается. Итак, да. Я обещала поговорить про стоимость. Я вам сейчас расскажу, насколько стоит стоимость проживания в этом номере. Судя по тому, что за ужином мы были одни, вы, наверное, решили, что мы сняли целый отель. Но нет, мы сняли только один номер, и стоит он 15 тысяч 400 в сутки. Мы здесь будем проживать 4 дня. То есть получается 60 вреда еще, по-моему, два года. Короче, не так уж и мало на самом деле. Но в Приэльбрусе я бронировала за месяц до поездки, и я уже не нашла ничего, скажем так, того, чтобы радовало глаз. Короче, интерьеры очень старшие во многих отелях здесь. Либо номера маленькие, либо расположены где-то непонятно где. А здесь мы живем в сосновом лесу, у нас полный вообще фарш и релакс. В общем, мы решили шикануть. При Эльбрусе все-таки. Не так часто на Эльбрусе ездили. Но была попыточка, когда мы сюда уезжали, немножко нас это развести. Ну нет, я бы не назвала это разводом. В общем, смысл такой. Не только в Кабардино-Балкарии, не только в Карачаево-Черкесе, но и в Ставропольском крае. В общем, во всех местах под имя нашего путешествия всегда в Адрелях нас просили оплатить проживание наличным. Это несмотря на то, что я планировала через букинг. Там было указано, что возможна оплата карты. Я указывала номер своей кредитной карты. И так как я блогер и часто путешествую, у меня есть огромное количество разных фишек и примочек. То там от возврата по партнеркам до дженниус скидки, максимальные букинги. Соответственно, мне прям совсем не нужно платить наличку. Во-первых. Во-вторых, я не ношу в кармане лишние 60 тысяч, чтобы взять их так раз и отдать за один из отелей. Поэтому мы оплатили карты. То есть просьба всегда поступает, оплатите наличку. Но если ты говоришь, что не можешь, в принципе, у тебя никто не заставляет или не принуждает, ты можешь оплачивать. Да, но тут была не просьба. Тут они сказали, что извините, но у нас не работает терминал, ай-яй-яй, поэтому мы не можем принять безналом. Ну да, слушай. Это было не очень, не очень правильно. На самом деле, уже очень много раз мы сталкивались в нашей поездке с тем, что нас, будем говорить мягко, обманывают немножко. Ну, в смысле, утаивают информацией, да. Мы прекрасно понимаем, зачем это делается и как, поэтому относимся к этому с вымором. Соответственно, мы понимаем, что терминал на самом деле работает, и оплатили все. Ну, давай, спрашивай еще что-нибудь. Тебе так приятно носили тапочки? Ну, что мне, что мне спросить? Тебе как делится, нравится? Да, мне нравится. То есть, ты выбором довольна? Я выбором довольна, да. Я пока у этого номера не вижу никаких отклонений. Отклонений? Хочешь? Отклонений от Толика, да? Хочешь? Ну, давай. Как обычно у нас от Толика. Хочешь смотреть? Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Пи-ю-м. Пи-ю-м. Хочешь прикол? Пи-ю-м. Ну, тупо стульчак не фиксируется. Нет, это не отклонение, это просто женский туалет. Да, я так и понял, что ты будешь сюда ходить, а я буду во второй. А твой маленький такой у входа, понимаешь? Ущербный там для лакеев. Короче, эта ванна полностью в моем распоряжении. Ладно, все, хорош кайфовать, я пошел. Я уже на тебя смотреть не могу, блин. Пока-пока, встретимся в Блианной. Ринг приглашается. Чемпион. Чемпион Купчина, блин, в среднем весе. Чемпион Купчина в маленьком весе. По забиванию мимо. Ты главное, смотри, надо попасть вот в этот треугольник, так тебе подсказывает. Ага, а я-то думала, что... Весь принцип игры нужно попасть в треугольник. Да ты вообще просто бигмази. Гроссмейстер задумался? Нет, чисто женская тема. Бей в кучу, и все получится. Давай, бей в кучу. Разбей, а то не ставят как-то непонятно. Ничего не получилось, но в кучу ударило. Красиво. Вот такой вот с тобой разговорный, копченый. Ну ты запарил уже, хоть бы поддался, что ли. Тебе не стыдно вообще? Не попал, не попал. А теперь, внимание, вопрос. Кто заметил подвох в нашей игре? Мы заметили ее минут через пять. Мы ее заметили сразу. Сначала мы играли белыми шарами. Так, в клуб. В клуб потом обнаружили в столе шары для була. В русский билетер играли сначала. Тупость номер два. Да, второе. Потом мы играли, играли, играли минут 15 и поняли, что нет. Надо делить шары на полосатые и полые, на самом деле. А мы просто лупили по шарам. Давно мы с тобой не играли, да? Короче, победила любовь. А сейчас играем по-нормальному. Алина заказала кофеек на завтрак, ужин мы вам показали. А сейчас немножко завтрака. Проходите. Я уже вижу, что мне нравится. Что тебе нравится? Каша рисовая, каша овсяная. У нас прямо отпуск каши. Давай посмотрим, какая она. Она, правда, с маслом уже сразу. Уже сразу с маслом. Ну, буду есть масло, как и все. Смотрим дальше. Сосиски. Двух вариантов. Ты не стесняйся. Ну вот, ну вот. Вот так вот уже видно. Да. Яишинка. О, я буду яишинкой. Ну, дальше салаты, нарезки. Фрукты, сыр. Красная рыба. Красная икра. И яйца. Смотри, десерты снова. Свеженькие такие, красивенькие. Домашняя выпечка, торт. А, еще есть много-много орехи. Сухофрукты. А, не усли. По-прежнему фрукты. Сок. Голочко. А, иран домашний. Кажется, я уже знаю, что ты будешь. Да, шикарный завтрак. Очень нравится. Я буду яичницу, красную рыбу, рис, сыр. Приступаем. Кофе. Рисовая каша. Рыбка копченая белая или масляная, или палтус, не знаю. Но я вот как раз люблю белую, и она здесь есть. Орешки, яишинка. Эспрессо заварной. И он оплачивается отдельно. То есть кофе здесь только растворим. Ну, ну, собственно. Вот что взял я. Думаю, рассказывать не нужно. Все видно и так. Приятного аппетита. Коротко про вкус еды. Я сняла все практически как термит. Хочу еще до капки. Толик доедает. Мне нечего добавить замечательный завтрак на 5 баллов. Посмотрите. В Скайльбрус отеле есть даже своя кальяна. Она расположена отдельно. Все как требует законодательство. Там нет ни напитков, ни еды. Только кальяны в сосновом лесу, в деревянной беседке. Как и такой кирпичный домик для того, чтобы поужинать в романтической обстановке в своей собственной компании. Где вам приготовят свежую форель или мясо, смотря что вы любите. С едой в отеле точно все в порядке. Это, пожалуй, лучшая еда, даже если сравнивать с Европой. Мой отдельно стоящий домик это Скайбар, в котором можно петь караоке. На огромном экране выводят клипы, слова, радиомикрофоны вам выдают и вы наслаждаетесь процессом. Вот и закончилось наше пребывание в этом отеле. Скайбрус отель нас не просто порадовал. Это один из лучших отелей с европейским сервисом. Я ему ставлю оценку 5 с плюсом по пятибалльной шкале. Как здесь спалось? Здесь безупречно спалось. То есть сервис это просто отдельная благодарность персоналу этого отеля. Потому что так от пуза мы не ели очень давно. Красная икра, красная и белая рыба, несколько видов каш, постоянные нарезки. Если здесь останавливалось в один из дней меньше 10 человек, то шведского стола не было. Но, когда не было шведского стола, нас кормили еще больше, чем без него. Потому что это просто какой-то супер-пупер-люкс. Но ты про еду, а самое главное это воздух. Я им надышаться не могу. Его здесь просто пить хочется постоянно. Вдыхать все глубже, глубже, глубже. Не напиться в этом сосновом лесу в перемешку с горами. Я буду это вспоминать. И еще к тому же номера удалены. Их, наверное, не так много. Они удалены друг от друга. Мы абсолютно никого не слышали. Такое ощущение, что мы жили в этом отеле одни. Да. Ну, а сейчас нам, друзья, предстоит долгая дорога в обратный путь. В Железноводск. Еще в районе 170 километров. Да. А мы прощаемся со Скайльбрус-отелем. Я очень надеюсь, что мы вернемся сюда еще. Если сюда мы вернемся, в эти края, то поселимся именно здесь. Да, потому что просто, просто молодцы. Сохраняйте на том же уровне все. И будет просто замечательно. Супер. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся, как всегда, в следующих видео. До новых встреч. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok